здравствуйте уважаемые зрители канала все у нас получится с вами жанна и я вам расскажу о том чем я сегодня занимаюсь а занимаюсь елочью сегодня 15 день со дня когда мы заложили наш инкубатор инкубатор купленных с алиэкспресс перепелиные яйца которые мы купили в обычном магазине и вот что нам надо сделать сегодня сегодня нам обязательно надо прекратить переворачивать яйца значит я отключаю поворот яйца сегодня обязательно мы прекращаем проветривание то есть мы больше не открываем инкубатор но так как мы не открываем инкубатор температура яйца может повышаться и в этот момент нам надо снизить температуру нам надо обязательно снизить температуру у нас было 37 8 сейчас мы снижаем температуру до 37 и 5 кажется какая мелочь но эта мелочь она очень-очень важно для того чтобы наши малыши не жарились вот не перегрелись получили тепловой удар курочка в это время не сходят с яйца она три дня не кушает не пьет она сидит на яйца временами на поднимает крылышки немножко охладить эти яйца на их поворачивает да немножко своим телом но она мама она знает как обращаться своими малышами мы люди больше у нас более грубое движение поэтому лучше не трогать не открывать вот эти три дня инкубационные яйца остаются в покое вот а чем занимаемся мы еще очень важно еще очень важно для того чтобы хорошо легко вылуплялись малыши влажна влажность влажность вот тут мы немножко поднимаем влажность влажность должна быть 65-70 процентов почему потому что вокруг скорлупы внутри есть такая пленочка и если эта пленочка будет очень сухая малышу будет тяжело ее проклюнуть и в данный момент чтобы ему помочь чтобы немножко сделать ее более такой эластичной эту пленочку то и чтобы он она не была такая грубая мы увеличиваем влажность 70 процентов это вполне достаточно потому что если будет очень большая влажность это тоже плохо малыш может захлебнуться вот это мы сделали оставили инкубатор покое и приступаем к следующим вот что у нас у нас поилочки поилочки можно конечно поставить настоящую большую поилку для цыплят но дело в том что перепелята очень маленькие они ростом со шмелек и многие люди которые разводят перепелов делают так что в обыкновенную поилку для цыплят они кладут на низ камешки или бусинки для того чтобы малыши могли только клювиком достать воду но не могли намокнуть не это один из вариантов у меня есть такая поилка я ее буду ставить когда они будут чуть побольше но на данный момент вот первые какие-то три-четыре-четыре-пять дней пока не совсем маленькие я думаю что это поилка все-таки и завелика она и бортики слишком высокие и ну есть вероятность что все-таки если нам повезет если вы лапится и достаточно много вот они могут кого-то затоптать занять и в этой поилочке поэтому чтобы такого не произошло я тут мастерю поилки вот один из вариантов поилки обыкновенная баночка с крышкой и и хорошо помыла и вот здесь сделал маленькие надрезы вот такие вот маленькие надрезики сейчас не зовем туда воды закроем крышкой довольно плотно она закрывается крышкой я переворачиваю и вот она водичка тут есть немного воды и расстояние такое только чтобы он мог клювиком достать эту воду очень очень маленькое расстояние это первый вариант поилочки над которой я работаю и второй вариант поилки взять любой стакан любой стакан и любую крышку вокруг стакана мы наматываем обыкновенную резинку вот эту резинку канцелярская резинка у меня нужно как раньше делали из шины велосипеда резиночки которые в детстве волос использовали вот значит вот так вот резиночку наливаем туда вот закрываем крышечкой и переворачиваем у нас получается куб можно налить полный стаканчик на воды будет ровно столько сколько насколько приподнимается стаканчик за счет этой резинки тоже такой вариант чтобы малыши не утонули вот и еще накопили все будем кушать кушать вот тут такая абракадабра шифровка это стартовый комбикорм для цыплят бройлеров наши малыши это не цыплята бройлеров смотрите для перепелят он слишком грубый поэтому я буду его наложить на обыкновенные кофемолки вот эти месяцы вот значит мы попили мы покушали ну значит надо сходить в туалет и я буду стелить вот это то что осталось то я уже постелила им это обрезок от пеленки я купила пеленки для собак можно использовать детские вот вырезаю их по величине дна до нашего бродера укладываю наверх мы поставим поелочки насыпем зерно 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 мы будем сыпать первый день как они только вылупились именно на саму подстилочку не в кормушечку именно на подстилочку чтобы они поняли что это же я чтобы они научились кушать чтобы они окрепли на второй на третий день уже можно ставить кормушечку кормушками тоже поработаем надо будет подумать как сделать потому что в брудере мне стоит бункерная кормушка конечно для малышей тоже не колец а надо это временно хотя бы на 45 дней сделать кормушечку им такое что было комфортно удобно достать так пеленочки питье и там вот еще пеленочки я когда ставим пеленочки всегда такое ощущение что там кто-то остался и я всегда проверяю за нашу до музырника открывая смотрю не попал или там маленький птенчик вот но не знаю может быть это фобия может быть действительно мой совет кому-то поможет перед тем как выбрасывать мусорник посмотрите не попался ли он там какой-то маленький потому что не настолько маленький и еще у меня был такой случай в прошлый раз выпадили перепилят что когда я ставила поилочку я почувствую какой-то дискомфорт внизу очень хорошо что вовремя подняла что что-то не так они настолько маленькие что мы можем поставить незаметно поилку или кормушечку обязательно смотри всех прогнать тогда спокойненько ставить потому что вот был случай как-то один малыш мог чуть не погибнуть но я думаю что мои советы может быть кому-то пригодятся а мы ждем вылупления малышей и я очень надеюсь что через два-три дня мы с вами встретимся уже больше компании спасибо за внимание с вами была жанна канал все у нас получится